Султанов Асан, ты изъявил желание подраться с Русланом Шамиловым и обещал одержать победу и вернуть пояс, да, чтобы он остался здесь, на из АФС, чемпионский. Так вот, если ты одержишь победу над Русланом Шамиловым в этом году, если тебе все-таки дадут шанс подраться с ним за пояс чемпиона NFC, я позволю тебе побрить мою голову на лысо, вот настолько я верю в твою победу, без обид, ничего личного. Ассаламу алейкум, леди и джентльмены, с вами Сула, наш боец, и сегодня мы поговорим о вызове, который бросил боец лиги Найза с рекордом 1-0, Султанов Асан, чемпиону, весовой категории до 84 килограммов, Руслану Шамилову. Че почем хоккей с мячом. Поехали. Итак, джентльмены, на страничке Найза FC в инстаграме выставили пост с фотографиями вот Руслана Шамилова, да, что он защитил свой пояс. И под этим постом Султанов Асан, погремуха Борс, пишет вот такой вот комментарий. Я зачитываю. Я готов Найза, я его уберу. Нурбек Карабала, дайте шанс за пояс подраться. Я всех удивлю. Раз Тайсултанов не смог пояс забрать домой, я его заберу. Обещаю. Нурбек Ага, дайте мне шанс. Нурбек Ага, ну понятно, да, что это Карабалу имеет в виду. По поводу Тайсултанова и по поводу Руслана Шамилова сейчас вам скажу. На прошедшем турнире Найза FC 50 была первая защита пояса от Руслана Шамилова. Он ее защитил, одолел Емрана Тайсултанова. Я уже по этой победе, да, по жестокости, по какой-то злобе непонятной, возможно, непонятному какому-то там тяжелому детству. Руслана Шамилова говорил, вот в этом выпуске, здесь вот ссылочка, зайдите, посмотрите. Все, что я думаю о Руслане Шамилове, я там сказал. Давайте посмотрим рекорд. Осана Султанова, ну, одна победа, ноль поражений. Победа случилась у него в ноябре 25-го, в прошлом году, против Клементия Рябуха. В первом же раунде он там техническим нокаутом его выиграл. По этой схватке, ну там, конечно, да, это не показатель, я считаю. Вот эта схватка, эта его победа, да, он был гораздо, гораздо сильнее вот Клементия Рябухи и одержал вполне нормальную победу, да, там, гонял его, в общем, вот так. Что касается Руслана Шамилова, я, он не обязан нравиться всем, неважно, нравится ли он мне, не нравится, все было в рамках правил его победы, да. Но это профи, это очень сильный и крутой боец. Вот насколько мое отношение к нему не было, я признаю, он очень крутой и грамотный боец. Очень хороший боец, и он сейчас в самом расцвете силы, ему, по-моему, 27 лет, или, сейчас вот точно скажу, ему, да, 27 лет. То есть, сможет ли побить его Султанов Асан? Нет, я считаю, что нет. Асану еще нужно еще готовиться и готовиться, чтобы бросить выбор, вызов хотя бы вот, не то, что хотя бы, но вот Имран Атай Султанов. Чтобы победить Имран Атай Султанова, Асану нужно готовиться и готовиться, работать и работать, потому что это не поп-эмэмэй. Мы знаем Султанов Асану, он с поп-эмэмэй его знаем, вот откуда. Но это профессиональный эмэмэй. Это профи. Здесь просто так пацанов нету, это раз. Во-вторых, это Найза Эфси. Чемпион Найза Эфси, это, вам, знаете, не просто так однозначно. То есть, я считаю, этот комментарий со стороны Султанова Асана, скорее, просто хайп, не более. Если ему этот бой дадут, а я сомневаюсь, что ему дадут возможность подраться, хотя кто его знает, в этой весовой категории у нас нормальных, ну, пока нету ребят. Пока не готовы наши пацаны вот в этой весовой категории драться. Если есть, то они дерутся в других организациях. Если даже дадут, вот я не уверен, что, во-первых, этот, ну, как вам объяснить, не хочу принизить ничьих заслуг, но это абсолютно не те уровни. Руслан Шамилов и Султанов Асан абсолютно не те уровни. Небо и земля. Поэтому я и говорю, если Асан одержит победу, я позволю ему побрить мою голову на лысо. Вот так вот, вот такая моя ставка. Вы что думаете, джентльмены, кто окажется сильнее, если вдруг эта схватка состоится? В этом году, я подчеркиваю, я говорю про этот год все. Асан Султанов или чемпион Руслан Шамилов? Оставляйте ваше мнение в комментариях под этим видео. На этом у нас все. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Ставьте пальцы вверх. Всем пока. Салам алейкум. Ари ведерчи. Субтитры сделал DimaTorzok